Многие трансперсональные исследователи говорят о роли особых в состоянии сознания в восприятии и исследовании архетипов и мифологических, как я их называю, голограмм. Вы говорили, что, ну и известно из ваших работ, что вы исследуете женских богинь, архетипы женских богинь, в частности Кали, или, вы говорите, Шкигаль, богини смерти. Можете сказать несколько слов о вашем исследовании этих областей? Ну, это исследовать, наверное, слово достаточно громкое. Есть некоторые хипотезы о историческом пути такого образа рогатой богини Хатхор из Эгипта. Хатхорет, то есть, вот, египетские женские имена все кончаются на Те, на самом деле. Так что это, в остальное, я бы не совсем показываю. Так вот, Хатхорет почувствовал, имело некоторое приключение Духа, дойдя до России, до образа Бабы Яги, которая, в свою очередь, конечно, выросла не только из этого источника. Баба Яга выросла не только в результате горизонтальных путешествий этих юных сюжетов, но и вертикальных, из глубины веков, шаманических практик российских мест, особенно северных, ограница между лесом и возделанными полями, которыми взаимовался и строили финно-угарские и славянские племена. Это, ну вот этот путь, пути, сочетание горизонтальной и вертикальных путей передвижения образов, такая некоторая, ну вот, такая немецкая формула, это была бы такая шоссейная дорога, чем, словно, Германия, да, и там идет в путь гигантский такой автофургон из пункта А в пункт Б, да, и доходит. Вот таким образом, во многом считалось, путешествуют сюжеты. Конечно, нет ничего более далекого. Сюжеты путешествуют, скорее всего, как, ну вот, есть такой бассейн реки Амазонки, да, а сейчас представим это еще в трех или четырех измерениях, такую Амазонку. Вот вам скорее более точная модель. Но, чувствуя вокруг все это глубоко разветвленную структуру, можно концентрироваться на некоторых сюжетах, да, несколько слов про Оринока, да, допустим, и это описывать. Так что это вот такого рода вещи. Ну, они сделаны под эти работы, хотя они мне интересны, но без такого необходимого гуманитарного блеска. Ну, второе, это просто некое полухудожественное исследование. Художественный образ, это вещь достаточно хитрая, и она очень много так вытаскивает как близкого, так и дальнего. И я дал некий моб образом с собою взаимодействовать. Я не могу сказать, что я уж точно нырнул туда заэрешкетель, там заэрешкетель в свое время нырнула виной мир и ее сестра Инанна. Кончилось это для Инанны довольно трагично. Мы знаем не шумерцы, не фалоли. Правда, Инанна, замечательная женщина-трикстерик, свое поражение она превратила в победу. Но, в любом случае, у меня не было ничего такого запланированного. Просто я стал писать некоторые переживания, описывать некоторые переживания, для которых никакой другой язык не казался никаким, кроме художественного. И вот в эту ткань стали проникать разные лица, разные голоса, в частности, и эрешкетель, которая зачас и заняла одно из главных мест. Но этот проект еще в процессе. Я сейчас дописываю последнюю, третью часть. Хотя иногда мне кажется, что я от этих архетипов уже услышал много. По крайней мере, для меня важного я догадываюсь, что у них есть кое-какие сюрпризы в запасе. Так что не будем спешить. Это то, что происходит сейчас, и это не конец и стали. Что-то они были для архетипа, которые, конечно, размножаются, вы знаете, как прогениальный наш фольклорист отмечали мира. Существа другого мира, вот в другом мире, там герой превращается в зайца, заяц-лощадь, лошадь-волка и так далее. Вот этот бесконечный калейдоскоп-форм, это характерно не для нашего мира, а именно для той реальности, в которой можно проникнуть через избушку Баба-Яги, и это происходит там. Ну, и, конечно, эти, что дели компании, они не дают такой замечательный хоровод, который, например, я лично очень люблю в фильмах филинии, эти хороводы, да, действующие лица, может быть лучше даже, чем любой сюжет. У них есть некая та истина, по которой меня как очень жадина. вы стояли, ну, по признанию многих исследователей, вы стояли у истоков российского транспарсионализма, и вот у нас есть буквально несколько минут, я бы хотел услышать о втором таком легендарном основателе транспарсионализма несколько слов, которые могли бы сказать, Василия Васильевича Налимовна, который известен своими погружениями в особое состояние сознания, иначе много их не прописанут. Да, Василий Васильевич, может быть, действительно, если, может быть, это нехорошо так и говорить, но в многом это действительно единственный крупный российский транспарсионализм, в таком смысле современного транспарсионализма, то есть 13-ти допустим, это просто, в другое время это был не тот, это скорее русский космизм и так дальше, да, а вот в современном транспарсионализме по своему масштабу, конечно, Василий Васильевич не особняк он. и все это транспарсиональное у него было упаковано в такую оболочку старого политезека с перебитым носом, да, который понимает, что не надо жаловаться, не надо просить, не надо надеяться, и как если это сочетается с транспарсиональным, это совершенно другое. Кстати, в местах этих он был хорошо знаком с другим духовицем, с Даниилом Андреевым, а не стал киванистом. Но Василия Васильевича так вот довелось, что все-таки он трудился в Москве, я в Петербурге. Наши встречи были редкие, мемомертные. И, может быть, о нем стоит вам пытаться делать интервью с его родовой Жанной Дорогалиной. Пока такая уникальная возможность пустящая лист я бы вас с этими вопросами переорисовал. Если оно имеет сказать, если оно расслабится у вас перед камерой, чтобы произнести некоторые важные вещи, это было бы прекрасно отряд запись отряд записи. Спасибо большое. Ладно, справиться будет хорошо. У тебя, в принципе, 4 минуты, сейчас есть? Ну, заходите.